Я услышала такую фразу, что вирусов не существует. Но до этого я слушала ваши сатсанги, вы говорили, что в щелочном теле вирусы... Патогенная микрофлора, не вирусы. А, видно, я перепутала, ясно. Мастер не мог сказать так. Все-все, вирусы. Я почему-то тоже думала, что, как Анастасия говорила, когда поднимается частота вибраций, вирусы тебя не касаются и вообще ты не болеешь. Конечно. Патогенная микрофлора. Патогенная микрофлора. Не вирусы. Потому что вирусы — это яды. В переводе с латыни это значит яд. А он может тебя не касаться только в глубокой тайге. Потому что яды все рукотворные. То есть они все с самолетов распыляются над городами. Вас же согнали в города. И вы охотно туда как бы сбежались, понимаешь? Залезли на какие-то 14 этажи или 12. Вот, в эти коробочки. И оторвались от земли. Ну, то есть, как бы способствуете тому, чтобы вы отрывались от вот этого божественного потока, чтобы у вас не было возможности наполнять Богу энергией. Потому что энергия, она от земли идет, она идет сверху. Эти потоки должны соединяться. А у вас перекрытиями, 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 понимаешь? Все это перекрыли. Бетонными. И вот это что, самолеты сыпят? Из самолетов, да. Из самолетов льют те самые вирусы, яды. Яды, которые некоторые говорят, вот я там бегаю несколько километров по городу. Понимаешь? Ну, как он будет, ну, как он может оставаться, так сказать, ну, тело может оставаться в здоровом положении, если его дыхание глубокое. Начнем с того, что вообще глубокое дыхание, оно вредно для тела. Потому что глубокое дыхание, это значит вдыхание большого количества кислорода. Кислород самый окисляющий, один из самых окисляющих элементов для тела. Он должен усваиваться клетками. Когда у тебя глубокое дыхание, он не усваивается. По одной простой причине, потому что ты не позволяешь возникнуть углекислоте внутренней. Углекислота внутренняя начинает вырабатываться, внутренняя алхимия, только когда прекращается глубокое дыхание. То есть на задержках, например, да, есть такие практики, которые говорят о том, что там задержки всякие, проноямы и так далее. Но в нашем случае естественным образом происходит. Как только ум замолкает, дыхание останавливается. Прямо сейчас. Благодарю. Присмотритесь. Как только дыхание остановилось, начинает вырабатываться углекислота. И вот это поверхностное дыхание достаточно телу, чтобы наполнить клетки недостающим кислородом. И он весь будет усваиваться только потому, что углекислота гораздо более важна, чем кислород. Для тела, понимаешь? Углекислый газ. Уже рассказывал этот пример, но еще раз расскажу. Один мужчина излечил от инсульта свою жену. Только лишь тем, что... То есть после инсульта у нее были там всевозможные искажения, как бы, ну, в общем, эти известные эффекты. Он заставлял надевать на голову ей пакет полиэтиленовый. И вот так вот, ну, завязывал как бы на шее, чтобы воздух не проникал. И заставлял ее дышать в этом пакете. Своим же выделяющимся углекислым газом. И вот так она дышала. Дышала, 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 дышала. И очень быстро поправилась. Вот, и поэтому, когда спрашивают и говорят о том, что бегать на улице, это крайне вредно. Понимаешь, крайне вредно. То есть это не способствует оздоровлению тела. Тем более в городе, где тебя заливают этими ядами с ног до головы. То есть тебе отравили воду в твоей квартире, понимаешь? Отравили по-настоящему. Ну, по полной программе, что называется. Начнем с того, что она, во-первых, мертвая уже. Вот. То есть вам создали вообще вот эту игру в смерть, понимаешь? То есть вы пьете мертвую воду, едите мертвую пищу, дарите мертвые цветы, срезанные друг к другу, понимаешь? То есть умирающие вот эти. С улыбкой на лице все это делаете. А все это не способствует жизни тела, понимаешь? А способствует чему? Тому, чтобы тело тоже умирало. Поэтому какие 600 лет, понимаешь? Ну, как бы это доступно вот единицам, которые находятся в природных условиях. А еще по поводу бега в лесу. Что по поводу этого? В лесу? В лесу бегай. Но имей в виду, что глубокое дыхание вредит. Вредит. Тело. То есть кислорода много когда. Понимаешь? То есть если ты бегаешь на задержке дыхания, ради бога, бегай замечательно. Но бег заставляет возникать именно глубокому дыханию. Вот. А это окисляет тело. Получается, любой спорт тогда вреден. Да. Поэтому возникает вот эта йога, которая, так сказать, просто позволяет телу растягиваться в спокойном режиме. То есть не запуская глубокое дыхание. И все эти асаны позволяют, ну, как бы, телу пребывать в этом гибком состоянии абсолютно, ну, как бы сказать, здоровом, что ли. Да? Потому что бег, он не оздоравливает. Спортсмены, конечно же, конечно же, спортсмены, да, которые, так сказать, вот олимпийские резервы и все прочее, они, на самом деле, у них тела очень, как сказать, то есть жидкости у них, ну, проходят очень хорошо всегда. То есть энергопроводимость у этих тел большая. Но окислительные процессы тоже в теле происходят достаточно сильно, понимаешь? И чтобы этого не происходило, а окислительные процессы всегда являются причиной возникновения патогенной микрофлоры. Потому что это ее среда. Вот. И поэтому спортсмены долго не живут. И очень быстро тела калечатся. Это известный факт. Профессиональные спортсмены – это покалеченные дела. Всегда. Вот. Поэтому зачем вам этот профессиональный спорт? Не нужно. Благодарю, мастер.